На канале РТВ и Международные новости, меня зовут Сергей Кения, здравствуйте. И так сейчас, в мире. Угроза нацбезопасности и подготовка к агрессии. Российское и польское министерства обороны обменялись взаимными обвинениями. К полемике относительно непростых отношений Москвы и НАТО подключилась и администрация президента Путина. Брюс Эльжи в лице генсека Столтенберга предпочел ограничиться осторожным оптимизмом. За словесными баталиями с возможными геополитическими последствиями следит мой коллега Владимир Унанец. НАТО докатилось до абсурда. Двусторонние отношения с Москвой можно обрисовать всего одним словосочетанием – полное недоверие. Администрации президента России и Министерства обороны все той же России одновременно обрушились с критикой на Североатлантический альянс. По словам чиновников, сегодня против Российской Федерации по существу развязана информационная война. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, объявил, Москва фиксирует недружественные действия альянса в плане наращивания потенциала у российских границ. А в оборонном ведомстве пошли еще дальше. Маневры НАТО, считает высший генералитет, представляют прямую угрозу национальным интересам и национальной, опять-таки, безопасности России. «Ведь докатилось буквально в своей фразеологии руководство НАТО до абсурда. Сегодня говорят о том, что Россия находится на пороге НАТО. Это мы придвинулись к НАТО, а не НАТО к нам». В отношении России руководство Североатлантического альянса опять пытается использовать прежнюю схему разговора старшего с младшим, как будто нерадивого ученика вызвали в школе к доске и требуют и ругают его за невыполненные задания. При этом замминистра обороны России отмечает все достижения военной области в борьбе с терроризмом, наработанные между Москвой и НАТО, сегодня выброшены и забыты. Причем ответственность за это господин Антонов возложил исключительно на Североатлантический альянс. Впрочем, несмотря на все сложности, завтра, 20 апреля, в Брюсселе пройдет саммит Россия-НАТО на уровне послов. При этом генсек военно-политического блока Йенс Толтенберг советует не особо обнадеживаться этим фактом. Шансы на возобновление полноценного взаимодействия с Москвой, прерванного из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, невелики. Тот факт, что мы созываем заседание Совета Россия-НАТО, вовсе не означает, что мы вернулись к обычному формату. В 2014 году мы приостановили практическое сотрудничество и реализуем план самого масштабного усиления нашей коллективной обороны после окончания Холодной войны. Но мы решили сохранить возможность для политического диалога, и Совет России-НАТО является одной из этих возможностей. В Восточной Европе даже в такие возможности не верят. Глава Минобороны Польши Анатолий Мацеревич, ранее прямо обвинивший Кремль в гибели президента Леха Качинского, в 2010 году уверяет, Россия продолжает представлять серьезную угрозу для НАТО и постоянно ищет возможности для расширения своих границ путем прямой агрессии. Москва на такие обвинения разводит руками официального представителя МИДа. Российская угроза, Россия-агрессор, милитаризм современной России. Задайте себе вопрос, за 20 с лишним лет существования независимой современной России, в каком конкретно историческом периоде, где географически конкретно Россия выступала в качестве агрессора? Ну просто примеры какие-нибудь есть? Это можно продлить, я думаю, что и на несколько сот лет назад. Да хотя бы мы сейчас давайте современной России разберемся. Мало того, вот эти вот заявления бесконечные, сейчас Магирини заявила, НАТОвцы заявляют, отдельные страны заявляют, Россия нарушает международное право. Конкретно примеры где? Примеров отмечают наблюдатели более чем достаточно и далеко в историю углубляться не надо. Грузия 2008, Крым 2014, Донбасс по сегодняшний день. Но в России продолжают уверять, все эти события и даты лишь подчеркивают миролюбивую политику Москвы. А что касается операций по принуждению к миру, то ведь к миру же, пусть и на российских условиях. Владимир Унанянц, Артвей. Петр Порошенко и Владимир Путин согласовали алгоритм освобождения Надежды Савченко. Президент Украины раскрыл детали телефонной беседы со своим российским коллегой, в ходе которой, по его словам, обсуждалась судьба летчицы. Порошенко при этом добавил, что в случае освобождения Савченко он готов отправить за ней президентский лайнер. Телефонный разговор лидеров двух государств состоялся через несколько часов после того, как Киевский суд приговорил двух россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова к 14 годам колонии. Предполагаемые ГРУшники, задержанные в зоне боевых действий в Донбассе весной прошлого года, были признаны виновными в терроризме. Ранее неоднократно появлялась информация о том, что они могут быть обменены на Надежду Савченко, отбывающую в России 22-летний срок. Подробности телефонного разговора с президентом России рассказал и американский лидер. В интервью телеканалу CBS Барак Обама сказал, что предупредил Владимира Путина об изнашиваемости ситуации в Сирии. По мнению главы Белого дома, растерзанная войной страна не сможет двигаться вперед, если Москва и Вашингтон не смогут достичь согласия. Это не в чьих интересах, подчеркнул Обама. Ранее сайт президента России сообщил, что в ходе беседы лидеры двух стран подтвердили настрой содействовать закреплению перемирия в Сирии, которое, кстати, было объявлено по их инициативе, а также наращивать координацию своих действий, в том числе по линии спецслужб и оборонных ведомств. Башар Асад должен предстать перед судом. Сирийская оппозиция настаивает на привлечении президента республики к ответственности. Требование об отставке не единственное, которое выдвигает так называемый Высший комитет по переговорам. Главный координатор, созданный в Саудовской Аравии в декабре прошлого года группы «Риад Хиджаб», дал сегодня пресс-конференцию в Женеве. Швейцарский город стал центральной площадкой межсирийских переговоров. «Риад Хиджаб» заявил, что оппозиционный комитет не согласится на политический процесс, целью которого будет сохранение режима Асада. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на канале РТВ и у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова